Здравствуйте! С вами психолог Александр Матяш. И сегодня мы обсудим с вами такое, казалось бы, чисто научное, психоаналитическое понятие, как вытеснение. Несмотря на то, что понятие это считается достаточно узкопрофессиональным, тем не менее с его проявлениями, как в себе, так и в других людях, каждый из нас сталкивался много-много-многократно. Представляет оно себя не что иное, как целенаправленное, мотивированное забывание каких-то людей, обстоятельств, ситуаций и даже целых, подчас достаточно гигантских, образно выражаясь, раскладов. Происходит это по причине того, что та или иная информация может быть несовместима с идентичностью нашего эго и может причинять нам ту или иную боль. Зачастую она носит вообще какой-то травмирующий характер. Например, ситуация с оскорблениями, с унижением, с избиениями, с причинением боли и так далее. Но еще чаще мы забываем и вытесняем такие вещи, которые так или иначе вредят нашему представлению о самих себе. Происходит это по причине гигантской и, по всей видимости, одной из самых вредоносных иллюзий, которые человечество питает по отношению к самому себе, а именно иллюзия о том, что если мы что-то забыли, то этого как будто бы и нет. Если мы что-то из себя вытеснили, то оно, как нам кажется, просто-напросто исчезает. Однако, на самом деле, эта иллюзия такая же детская, инфантильная, как и иллюзия о том, что если мы закрываем глаза и перестаем видеть какое-то здание перед нами, то от этого оно исчезает и как будто бы растворяется в воздухе. Кстати, многие маленькие дети именно так и считают. Печальная же истина заключается в том, что когда мы что-то вытесняем, то этот вытесненный материал не девается абсолютно никуда. Всё, что с ним происходит, это погружение в бессознательное. И, кстати говоря, отец психоанализа, Зигмунд Фрейд, считал, что наше бессознательное вот именно таким образом, через череду вытеснений и формируется. К счастью, это всё-таки не совсем так, но невротическая, болезненная часть нашего бессознательного, именно та, которая отвечает за наши неврозы, проблемы, в конце концов, даже неуверенность в себе, действительно формируется именно таким образом. Самое печальное в механизме вытеснения заключается в том, что мы вытесняем какие-то ситуации, какие-то обстоятельства для того, чтобы освободиться от тех крайне негативных, деструктивных эмоций, страха, ощущения себя как неудачника, спазма нелюбви к себе и так далее. При этом, по сути, всё происходит с точностью да наоборот. А именно, мы забиваем какую-то конкретику ситуации, обстоятельств, людей, но вот именно чувства, эмоции, которые мы таким образом хотим вытеснить, никуда не деваются. По удивительному стечению обстоятельств именно чувства и эмоции стремятся всплыть наружу и овладеть нашим сознанием, так или иначе. Происходит это следующим образом. Когда мы вытесняем чувства и эмоции, связанные с какой-то ситуацией, которую мы забыли, как будто бы забыли, то этим чувствам и эмоциям по какой-то причине очень хочется вырваться наружу и снова овладеть нашим сознанием. Причины эти обсуждаются. Они у разных психоаналитических школ разные. Юнг, например, считал, что это стремление снова захватить сознание и подчинить себе о эмоции возникает из-за общей тенденции стремления нашей психики к целостности, к её обретению. Но здесь, в данном случае, обретение этой целостности происходит таким достаточно болезненным образом, поскольку вытеснение – это само по себе болезненное отщепление, целого участка нашей души, целого куска нашего сознания, связанного как с ситуацией, так и с переживаниями, чувствами, эмоциями, которые эту ситуацию вызвали. И поэтому те чувства, которые мы хотим вытеснить, рвутся наружу и ищут любой малейший, самый маломальский предлог для того, чтобы снова овладеть нашим сознанием. Это самый печальный и наиболее разрушительный аспект механизма вытеснения. Другими словами, если мы где-то, когда-то, чего-то очень сильно испугались, то ситуации достаточно хотя бы самым незначительным образом оказаться похожей на ту ситуацию, которая вызвала у нас стресс и травму, как чувство переживания стресса и травмы возвращается к нам снова и снова. Именно таким образом через механизм вытеснения формируется невроз у человека, то есть реагирующим крайне болезненно и неадекватно на те или иные ситуации. При этом саму ситуацию, он, как это неудивительно звучит, действительно уже не помнит. Причем не помнит ее до такой степени, что для того, чтобы ее вспомнить, ему придется приложить достаточно большое количество усилий. Если, например, когда вы были маленьким ребенком и куда-то опаздывали, то мама на вас накричала, нарычала и даже отшлепала, то эта ситуация может впоследствии вытесниться и забыться так основательно, что вы ее уже не вспомните. Однако при этом каждый раз, когда вы будете куда-то опаздывать, вы будете совершенно неадекватно и несообразно значимости ситуации нервничать, переживать и даже психовать. При этом самое печальное, что если, например, вы захотите избавиться от этих глубоких и болезненных переживаний во время своего, например, опоздания, то вам для того, чтобы от них освободиться целиком и полностью, окончательно и бесповоротно, необходимо вспомнить и воспроизвести в себе ту самую первичную травму, которая, собственно говоря, и спровоцировала такое невротическое отношение к опаздыванию и пережить те глубокие чувства, те глубокие эмоции разрушительные, отчаяния, депрессии, безысходности, тоски и так далее, которые когда-то нас захватили и накрыли сверху, как волна цунами. К сожалению, очень часто такие ситуации, которые мы потом вытесняем, и они становятся ядром наших болезненных реакций, происходят в достаточно глубоком детстве. И вспомнить их весьма затруднительно. Поэтому для того, чтобы всё-таки освободиться от этой своей эмоции, необходимо на сеансе у психотерапевта вспомнить и воспроизвести в себе именно эти чувства, эти эмоции и эти реакции. Когда ты это делаешь контролируемым образом, прямо на сеансе, то тогда освобождение, дальнейшее высвобождение из-под власти этих чувств и этих эмоций в перспективе становится уже гораздо более достижимым. Поразительно, но такой способ исцеления является прямой и абсолютной противоположностью защитной реакции нашей психики. Почему это так? Почему такая противоположность? В чём здесь дело? На самом деле, когда мы пытаемся избавиться от какой-то боли, я имею в виду психологического характера, которая нас преследует, психотравма, неприятные воспоминания и так далее, то, пытаясь от неё избавиться, мы тем самым, как бы внутри себя, признаём, что эта боль сильнее нас, а мы слабее её. И по этой причине эта боль как будто бы начинает преследовать нас для того, чтобы нас наконец-то достать и для того, чтобы нас подчинить себе. А мы всю жизнь занимаемся тем, что от неё убегаем. Собственно говоря, вот такое вот бегство от когда-то непрожитой боли и является ничем иным, как механизмом, лежащим в основании сопротивления. Для того же, чтобы освободиться из-под власти этой боли, нам нужно самим себе как будто бы сказать, что нет, я всё-таки сильнее, чем эта боль, я смогу её выдержать, я смогу её победить и пойти ей навстречу. И именно таким образом, и именно тогда, когда мы вот так вот поступим, то боль самым удивительным образом начнёт слабеть. И мы приобретём возможности и способности подчинить её себе. При этом, когда мы сможем эту боль действительно победить и подчинить себе, то мы не просто победим и подчиним какой-то деструктивный, разрушительный процесс. Мы снова приобретём, мы вернём себе тот участок, тот сегмент сознания, который эта боль занимала и который был вытеснен. И мы из-за того, что мы вытеснили и вырвали из себя целый кусок своей психики, своего внутреннего пространства, были как будто бы менее устойчивыми, более развоплощёнными, более плоскими и двумерными. Не зря же считается, что термин вытеснения на самом деле его открытие принадлежит немецкому философу Шопенгауэру. А Фрейд его только переоткрыл, независимо от него. И уже потом Отто Ранг, венский коллега, психоаналитик, смог найти в этих, в значительно более ранних трудах Артура Шопенгауэра упоминание об этом самом процессе. К сожалению, в том вытесненном кусочке нашей души, в том вытесненном, подавленном и забытом уголке нашего психического пространства все процессы так сказать взросления, становления замораживаются и затормаживаются на том уровне, на котором они были вытеснены. И поэтому, когда этот кусок снова к нам возвращается, то мы с удивлением обнаруживаем и понимаем то, насколько же отставшими, дезинтегрированными, инфантильными оказываются психические процессы, которые там протекали совершенно независимо от нашего сознания. Это уже следующий этап работы с вытеснением. Когда мы сталкиваемся с вытесненным материалом, то нам приходится понимать, что наша реакция очень в значительной степени носила детский, архаический, инфантильный характер. Однако, такое столкновение крайне необходимо, потому что именно оно влечет за собой значительно более глобальное взросление нашей психики и нашей души. Таким образом, проработка механизмов вытеснения является базовым условием для исцеления и избавления нашей души от каких бы то ни было невротических симптомов и проявлений. С вами был психолог Александр Матяш. Всего вам доброго. До следующих встреч. Корректор А.Егорова